Глобальный финансовый форум финансовой школы PBC университета Цинхуа собрал в столице Китая ведущих мировых экономистов, ученых и бизнес-лидеров для обсуждения широкого круга вопросов от цифровой экономики до продвижения китайского пути модернизации. Сейчас показатели потребления стабилизировались, а деловая активность участников рынка постепенно восстанавливается. Тем не менее, потребуется какое-то время, чтобы полностью вернуть потребительское доверие жителей и их готовность тратить деньги. Финансы выполняют важную миссию в процессе модернизации Китая. Это средство распределения ресурсов и стимул экономического развития. Участники форума говорили в том числе о проблемах мировой торговли, цифровых валютах, борьбе с глобальной инфляцией и потрясениях в банковском секторе США. Я думаю, что риск разрастания проблемы относительно невелик. Крупные банки практически не подвержены такого рода рискам. С другой стороны, ужесточение политики Федеральной резервной системы и те банкротства финансовых организаций, которые уже произошли, приведут к дополнительному ужесточению кредитной политики. Экономисты также рассмотрели вопросы поддержки малых и средних предприятий и способы повышения доверия иностранного бизнеса к деловой среде Китая. Аналитики отметили замедление глобального роста, ужесточение денежно-кредитной политики в крупнейших экономиках и неопределенности, связанную с экспортом. На этом фоне расширение внутреннего спроса и повышение доверия, особенно к частному сектору, жизненно важны для восстановления экономики Китая, подчеркнули эксперты.